Жил на свете белый тигренок. Он был совершенно маленьким и совершенно непонятливым. И за то, что он задавал по тысяче вопросов в минуту, ему крепко доставалось от строгой мамы-тигрицы. Однажды во время прогулки тигренок встретил незнакомого зверя. Может, познакомимся? Предложил он первым, так как был к тому же невероятно любопытным. А вам этого очень сильно хочется? Да, очень-очень-очень приочень. Обрадовался тигренок. Страшно люблю знакомиться. Что касается меня, то я белый тигренок. Вижу, что не корова. Пробурчал незнакомый зверь. Потом он протянул лапу и представился. Я гуар. Понимаю, сказал тигренок. Да ты гуар. Во-первых, не ты, а вы. Это некультурно незнакомого зверя называть на ты. Извиняюсь, дорогой выгуар. А во-вторых, не выгуар, а ягуар. Я и говорю, выгуар. Поймите, тигренок, я ягуар. Понял вы, выгуар. Да чего же вы непонятливый тигренок? Обиделся ягуар. Это, наверное, потому, что я еще маленький. Вздохнул тигренок. Честь имею. Прявкнул ягуар. Вот подрастете, крошка, тогда и приходите знакомиться. С этими словами рассерженный ягуар пошел своей дорогой, а тигренок – своей. Некрасиво получилось. Подумал тигренок. Я к нему со всей душой, а он обиделся. Нет, с сегодняшнего дня я обязательно перевоспитаюсь и всех незнакомых зверей на вы называть буду. Идет тигренок, а навстречу ему большой мохнатый рогатый. Здравствуйте. Заикаясь, проговорил тигренок. Очень рад Пепа знакомиться. Здравствуй, тигренок, – ответил большой мохнатый рогатый. Ой, а откуда вы меня знаете? Да, я всех знаю. А кто вы такой? – спросил тигренок. Я, между прочим, яггг, пора бы знать. Поркнул большой мохнатый рогатый. Никогда прежде о вас не слыхал, – честно признался тигренок. Прошу прощения, глубоко уважаемый. Э-э-э, вык. Какой еще вык? – нахмурился большой мохнатый рогатый. Как-а-а, как вы сказали, да так я и Пепа повторил, – растерялся тигренок. Большой мохнатый рогатый стукнул себя копытом в грудь и сказал. Ягг? Ну-ка, повтори. Выкг. Э-э, да с кем я разговариваю? Ты такой непонятливый, что жалко даже время терять. Отругал тигренка большой мохнатый рогатый, махнул хвостом и пошел прочь. Загрустил бедный тигренок. Жалко ему себя стало. И чего это они ко мне придираются? Непонятливые, непонятливые. Может, я больше их понимаю. Вдруг, видит он, выскочило из-под камня что-то, зеленое с хвостиком, выскочило и пищит. Ты куда идешь, тигренок? Никуда не иду, просто так гуляю. Ответил тигренок. А вы, что такое? Не такое, а такая. Я ящерица. Вы – первая выщерица, с которой я встретился. Гордо прокричал тигренок. Только не выщерица, а ящерица. Хи-фикнуло что-то зеленое с хвостиком. Вот непонятливый. Тигренок собрался снова оправдываться. Но что-то зеленое с хвостиком быстро еркнуло под камень и больше не показывалось. Постоял-постоял тигренок и домой поплелся. Идет и размышляет. Или я знакомиться не умею, или сами они ужасно непонятливые, и этот выгуар, и этот вык, и эта выщерица. Спрошу-ка лучше маму. Мама, все знает. Возвращаясь домой, тигренок решил, что в следующий раз, когда он встретит нового друга, он будет еще внимательнее и терпеливее, чтобы правильно понять и запомнить их имена. А мама тигрица, улыбаясь, объяснила ему, что важно не только задавать вопросы, но и внимательно слушать ответы. И так тигренок каждый день учился чему-то новому, встречаясь с разными обитателями леса, и постепенно стал самым мудрым и понимающим тигром во всем лесу.